Продолжим новостями спорта. Кунгурские дзюдоисты вновь на высоте. На днях юные спортсмены вернулись с двухдневного фестиваля борьбы, посвященной дню рождения местной спортивной школы по самбо и дзюдо города Березники. Какие награды привезли с собой ребята, расскажем в следующем сюжете. Среди более трех сотен участников со всего прикамья наши дзюдоисты особенно выделялись. Статные, нацеленные только на победу ребята, уверенной походкой вошли в зал. И, недолго думая, в первый же день по борьбе самбо среди юношей 13 и 14 лет заняли три призовых места. Движение, Кирилл. До конца. Два балла. Держи, 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 держи. Учащиеся спортивной школы общего резерва Матвей Смирнов и Кирилл Паутов стали почетными бронзовыми призерами. Всего лишь в саге от медали остался их друг Геннадий Боярчук. В схватке за бронзу, проигравшись, разницы в один балл со счетом в два-дин. Победу в команду кунгурских спортсменов принес и Никита Тимошов. Молодой человек гордо занял первую ступень педестала. Последний бой у тебя. Добавлять надо, добавлять, добавлять. Самому. Самому терпите добавлять. И кандри, есть, оценка. Поездка выдалась очень волнительной не только для самих спортсменов, но и для тренеров. Антон Макаров и Виктор Василков радовались победам под обечных, как своим. Ребята по младшему во второй день фестиваля по борьбе дзюдо среди юношей и девочек 11-12 лет приумножили количество призовых мест. Девять медалей разных рангов внесли в копилку наград юные спортсмены. Поздравляем наших дзюдоистов и желаем им дальнейших успехов. Анна Качанова специально для Города Новостей.